Замечательно я отношусь, потому что есть время провести с родными и близкими, съездить на дачу. У кого есть такая возможность съездить, пообщаться, я за. Всех денег не заработать. Плохо. Денег нет, деньги надо зарабатывать. А там с сохранением заработной платы вроде нет? Не знаю. Ну, частные, наверное, вряд ли будут сохранять. Да это вообще безобразие полнящее. Люди и так нищие. Вот 12 пенсий, сейчас пошла лекарство купить, 3 тысячи отдать, 5 квартир, и что остается на питание? Да вообще их надо давно уже ликвидировать. Платили бы хорошо, потому что даже у городских жителей, у многих, там дачи свои есть, ну дела свои, где-то, может кто-то на рыбалку поедет. С одной стороны положительно, потому что я студент, и каждому студенту выходные в радость, а с другой стороны учебный процесс, скорее всего, сдвинут, поэтому как-то грустненько. Скорее положительно, потому что, ну, появляется больше времени, ну, для устранения каких-либо долгов по учебе и всего остального. Ну, много возмущаются, что работодатели не отпустят на каникулы, на майские. Поживем, увидим, попробовать стоит, я думаю. Сохранение заработной платы со стороны работодателей, то есть работодатели должны отдавать деньги. Где вы видели малый и средний бизнес, который сейчас процветает, особенно после пандемии, во время пандемии, извиняюсь? Работу в сфере, которая связана с взаимодействием госорганов. И так как они сейчас будут отдыхать, вот эти все дни, то, по сути, многие сроки сдвигаются. И мне кажется, в принципе, большинство людей, кто работает там на заводах и так далее, на них это сильно не отобразится. Поэтому, ну, как бы, мне кажется, это было лишним. То есть это праздник за чужой счет. Продолжение следует...